Болеющих стало в разы больше, чем месяцем ранее. Врачи констатируют пик очередной волны коронавируса. Почти 20 тонн гуманитарного груза барнаульцы отправили жителям Донбасса. Яркая, талантливая и дружелюбная в городе выбрали мисс Барнаул. Власти края планируют подписать несколько инвестсоглашений во Владивостоке, где проходит 7-й Восточный экономический форум. Один из документов подпишут с компанией новый сухопутный зерновой коридор. В его рамках в Бийске появится линейный элеватор на больше, чем 200 тысяч тонн переработки зерновых, масличных и зернобобовых культур. Значимость и особенность этого проекта состоит в том, что это долгосрочное планирование работ с сельхозтоваропроизводителями. Это планирование не на три, даже не на пять, а на десятки лет, что очень важно с точки зрения и объемов производства, и понимания рынка в этом бизнесе. В рамках форума губернатор Виктор Томенко примет участие в заседании Госсовета России по вопросам развития национальной туриндустрии. Представители нашей делегации также примут участие в совместной экспозиции регионов Сибирского федерального округа «Большая Сибирь». Сразу в серии серьезных ДТП отметились эти выходные. В дорожных авариях погибло как минимум четыре человека. На этих кадрах последствия гонки, которую устроил в субботу бурнаульский таксист. Он был пьян, не справился с управлением, пролетел через трубы и съехал в реку. Не справился с управлением и 92-летний водитель на трассе Тубуны-Славгород. Во время поворота на городскую свалку дедушка съехал в Кювет. В обеих историях водители не пострадали. А вот на трассе Бурнаул-Бийск погибло трое. Автомобиль ВАЗ выехал навстречу и столкнулся с Тойотой Кариб и автобусом ЛиАЗ. Водители ВАЗа и его пассажир скончались на месте. Уже в больнице умерла 50-летняя пассажир Тойоты. И еще одно жуткое ДТП случилось накануне вечером на трассе Бурнаул-Новосибирск. Возле Белоярска лихач сбил двух мужчин, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из пешеходов скончался, второй в тяжелом состоянии. Бурнаул отправил почти 20 тонн гуманитарного груза жителям Донбасса. Фура с продуктами отправилась из краевой столицы в день города. Подробностью о Наре Шагировой. Высокий гость на дне рождения города. В парке Центрального района встречают первого заместителя председателя Совета Федерации. Андрей Турчак общается с барнаульцами, посещает национальную деревню. Но главная миссия сейчас отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса. В этой фуре 20 тонн груза. Организовать отправку помогли в Алтайском отделении партии Единая Россия. Единорос открыли уже более 40 гуманитарных центров в ЛНР, ДНР, Мариуполе, Харьковской и Запорожской областях. На сегодняшний день более 13 тысяч тонн гуманитарного груза пересекло границу Российской Федерации. И через гуманитарные центры Единороссии эта помощь направляется непосредственно людям. Это продукты питания, это предметы первой необходимости, это строительные материалы, это медикаменты. Все это помогает собирать тысячи жителей Алтайского края. И бизнесмены, и просто неравнодушные люди. При непосредственно нашем участии мы отправили также большой груз для ребятишек Славяно-Сербского района, которые пойдут в школу со всеми письменными принадлежностями. И буквально недавно 20 тонн груза продовольствия также отправлено Славяно-Сербский район Алтайским региональным отделением партии Единая Россия. Я скажу, что мы на этом не заканчиваем. Пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить и предпринимателей, о чем вы сказали, и разные слои населения, ну а в принципе это всех барнаульцам. Всем спасибо большое за оказание этой помощи в этой такой, ну, нужной миссии на сегодня. Добавим, что за время спецоперации Алтайский край отправил более 174 тонн гуманитарного груза в Новороссию. Анна Рашигирова, Ирина Корчагин, Александр Антропов. День с толком. Своих не бросаем. Патриотическое мероприятие с таким названием провели в Барнауле в выходные. На площадке госуниверситета организовали митинг-концерт ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября в России вспоминали жертвы Беслана. Несут флаг с гордостью студенты алтайских вузов и колледжей флэшмобом открывают патриотический митинг-концерт. Мероприятие ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Его проводят в поддержку пострадавшего мирного населения Донбасса и российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Сегодняшнее мероприятие для нашего города, я считаю, в данном положении очень важно, потому что политическая ситуация в нашей стране, конечно, не очень хорошая, и подобные мероприятия очень поддерживают население. Важно помнить, и мы, как молодежь, помним о том, что важно иметь мирное небо над головой и чтить память погибших людей при терроризме. В том, что забывать эти события нельзя, убеждены все. На этой площадке не только студенчество, но и ряд общественных организаций. Отделение военных инвалидов, воин, краевая организация имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова, Союз ветеранов Афганистана, ОНФ, представители движения «Волонтеры Победы» и молодежного правительства Алтайского края. Со сцены звучали важные слова о единстве россиян в борьбе с терроризмом и любым проявлением жестокости. Это концерт-митинг в поддержку президента и в поддержку специальной военной операции. И ребята тоже объединились для того, чтобы выразить свою позицию, выразить слова поддержки. И на самом деле это знаково, что в День города проходит это мероприятие. По словам представителей исполнительной власти, подобные мероприятия нужно проводить как можно чаще. Ведь только всеобщей поддержкой можно противостоять терроризму. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Газ пришел в село Ребриха. Для газификации населенного пункта построены 13 километров газопроводов. Первые потребители уже подключены. От 1700 жителей райцентра полученные заявки. Газопроводы до границ земельных участков им построят бесплатно в рамках догосификации. В селе Ребриха газ пришел и в дом Тюниных. Раньше Сергею и его супруге Ольге приходилось отапливаться углем и дровами, что было довольно затратно. В этом году семья подала заявку на догосификацию. Газовые сети до границ земельного участка им построили бесплатно. За свой счет Тюниные установили котел, счетчик и провели трубы в домовладении. С газом приятно работать, готовить женщине удобно очень. И газ такой, что не коптит. А то, что с отоплением, это вообще фурор. Такого у нас в районе никогда не было. Не знаю, какие будут финансовые расходы, но, судя по договору, стоимость около 7 рублей кубометра. Ну вот мы сейчас уже нажгли рублей, наверное, на 20 всего. Для газификации села Ребриха построено 13 километров газопроводов. Сейчас специалисты компании «Газпром» газораспределения Барнаула продолжают подключать абонентов. В списке больше 1700 жителей райцентра. 90% заявок уже перевели в договоры. А в перспективе газифицируют и местную котельную. Социальная догосификация – это вопрос социальной справедливости, потому что объективно у нас есть ситуации, когда в одном населенном пункте, по одной улице, одна сторона улицы дома стоят с газом, другая без газа. Для устранения этой несправедливости была разработана программа, которая активно реализуется компанией «Газпром». Власти уверены, в следующем году возможность подключиться к природному газу появится в каждом доме Ребрихинского района. В других селах муниципалитета продолжают строительство газопровода. Написать заявление и получить консультацию по социальной газификации можно в мобильных офисах, которые работают по всей стране. Мы ждем заявок, потому что, вот пример Алтайского края, 58 тысяч домовладений находятся в газифицированных населенных пунктах, но у нас, к сожалению, только 25 тысяч заявок. 25 тысяч заявок, 25 тысяч заключенных договоров. И для того, чтобы в каждый дом пришел газ, нужно обратиться любым удобным способом. Подать заявку на подключение можно через МФЦ или госуслуги. Из документов потребуется лишь паспорт, СНИЛС и свидетельство о праве собственности. Правительство края предоставляет право получить компенсацию за расход на газовое оборудование от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от категории граждан. Речь идет, конечно, в первую очередь о людях в трудной жизненной ситуации, с низкими доходами, о нуждающихся в так называемой категории, о детях войны, ветеранах боевых действий. И чтобы окончательно газ вошел в дом, а не просто подошел к границам земельного участка. А к 2025 году газопровод планируют построить в Славгороде и Рубцовске. Работу по этим направлениям уже начали. В газификацию региона должно быть вложено около 60 миллиардов рублей. Это самая крупная программа газификации населения в масштабах страны. Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком. Масштабный форум сторонников «Единой России» прошел в Барнауле. В Крымой столице собралось полтысячи активистов партии, в том числе Андрей Турчак. Подробнее в сюжете Ирины Корчагиной. Один из крупнейших форумов «Единой России» в Сибири. Несколько сотен членов партии – депутаты Госдумы, КЗС, Городской думы и представители общественных организаций. Открывает форум сторонников «Единой России» Андрей Турчак. Весной партийцы уже встречались на подобном форуме. Тогда глава Барнаула Вячеслав Франк поставил перед партийцами несколько задач. Сегодня уже можно сказать, что во многом эти задачи удалось решить. По итогам форума была открыта сеть районных общественных приемных в Барнауле по числу районов, пять центров, которые стали центрами притяжения горожан. Люди обращаются туда со своими проблемами, обмениваются мнениями по актуальным городским вопросам. Сегодня в Крае открыто 69 отделений партии. Жизнь не состоит только из каких-то таких важных принципиальных решений, которые сделал одно и дальше все будет двигаться так, как надо. Нет, много маленьких шагов, много усилий. И каждый на своем рабочем месте, каждый большой и небольшой коллектив вкладывает свою лепту в то, чтобы мы в конечном итоге получали необходимые результаты. На форуме Андрей Турчак отметил, что Барнаул с каждым годом преображается благодаря партийным проектам. Глава города поблагодарил руководство федерального центра и региона за большое внимание к Барнаулу. Давайте мы сегодня поблагодарим Андрея Анатольевича за то, что он сегодня, день нашего города с нами. Его команда неоднократно к нам приезжала, делилась своим опытом. И сегодня с нами депутаты и Государственные думы, Краевого законодательного собрания. Сегодня с нами губернатор Виктор Петрович Томенко. Виктор Петрович, вам огромное спасибо за особое внимание к нашему городу. По словам секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Романенко, команда партийцев в Барнауле – самая активная во всем Алтае. Мы действительно сегодня, решая большие дела, проводя большую работу по развитию города Барнаула, а он как административный центр влияет и в целом на развитие нашего региона. Впереди у большой команды единороссов единый день голосования – 11 сентября. Своих кандидатов на муниципальные выборы также выдвинули партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия за правду», «Новые люди», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и «Партия пенсионеров». Ирина Корчагина, Александр Андропов. День с толком. Победа красавицы Ксении Амелины завершился в финал конкурса «Мисс Барнаул». Борьба за титул прошла в разгар дня города. Яркую и талантливую девушку Краевой столицы выбирали в 15-й раз. За право представлять Алтайский край на российских и мировых подиумах боролись 26 красавиц. Валентина Скирова продолжит. Борьба за корону, дружбень и помеха ломают стереотипы 26 красоток. На главной сцене города девушки хвастаются грация с любительной улыбкой и сверкающими глазами. Это финал конкурса «Мисс Барнаул-2022». Участницы готовились целый месяц. Дефилировали, оттачивали модельную походку и танцевальные навыки. Сегодня их оценивают зрители и строгое жюри. Какие ощущения? Очень-очень страшно. Я вышла, у меня ноги тряслись. На самом деле, я бы еще раз повторила. Вчера девочки у нас была генеральная репетиция. Все очень устали за месяц подготовки. И мне пришлось их немного поддержать морально. Я сказала, что у нас есть финалисты конкурса «Мисс Россия», «Мисс Волга», которые никогда не попадали в финал конкурса «Мисс Барнаул». Директор московского модельного агентства Елена Новикова приехала специально на финал конкурса. Она председатель жюри и, как никто знает, как должна выглядеть королева красоты. Нет таких каких-то жестких параметров 90-60-90, к которым мы обычно привыкли. Девушки с хорошей, ровненькой фигуркой, уверенные в себе, которые достойно будут нести корону в течение года и которые будут представлять уже на всероссийских конкурсах. Обладательницей титула «Мисс Барнаул» в этом году стала студенткой экономического факультета Ксения Амелина. Кстати, самую звездную девушку. На конкурсе выбирала и наш главный редактор Елена Кузовкина. Селедива вдохновилась конкурсом и уже подумывает о дате свою дочь в мир моды. А не страшно вообще отдавать такую сферу? Да, я тоже думала, что это страшно. И на полуфинале я девочкам задавала такие вопросы, стоит или не стоит. Они меня убедили, что это работа, это профессия и большой труд. Кстати, поучаствовать в конкурсе красоты может каждая девушка. За два месяца до старта проходит кастинг в социальных сетях, новостных порталах. Представители барнаульской фэшн-индустрии выберут самых-самых. И кто знает, может быть, в следующем году на главной сцене города будете дефилировать именно вы. Валентина Аскерова, Дмитрий Ненисов. День с толком. А в парке «Лесная сказка» у гостей праздника была важная миссия. Они рисовали огромную фигуру «Алейки» – доброй бабушке, которая накормит всех внучат. «Алейский зернопродукт» имени Старовойтова вместе с сибирской медиагруппой организовали для барнаульцев творческую площадку с конкурсами и подарками. Кто здесь самый сильный, смелый и находчивый? И кто приведет команду к победе? Мальчики напрягают мышцы, девчонки не отстают. Веселые конкурсы – вот что для детей. И их родители организовали «Алейский зернопродукт» имени Старовойтова вместе с сибирской медиагруппой. Их площадка на дне города отличалась яркими красками и эмоциями, например, от призов, которые дети с радостью несли родителям. «Очень неожиданно, что такой большой подарок. Прямо неожиданно, неожиданно. Девчонки старались, девчонки боролись за свою победу, боролись за именем. Хорошие подарки, спасибо большое. «Искому празднику». Азартные дети для конкурсов вставали в очередь. Не меньше желающих было за карандашами и фломастерами. Маленькие барнаульцы разукрашивали фигуру «Алейки» – доброй бабушки, которая всегда накормит вкусностями. «Отлично, молодцы. Так организовано все. Так все продумано. Для всех возрастов есть чем заняться». «Очень нравится. Спасибо всем организаторам за хороший праздник, за чудесный день». «Валютка, тебе как праздник?» «Очень красивый, громкий, веселый». «Услышали шум, решили зайти и вот выиграли подарок. «В конкурс» взяли. «Так все здорово, хорошая погода». Дети были довольны, что сами что-то выиграли. А родителям это было не только приятно, но и полезно. В качестве призов «Алейский зернопродукт» имени Старовойтова подготовил для гостей праздника вкусные и полезные продукты питания. А также канцелярию к школе, полотенце и многое другое. С пустыми руками от доброй бабушки «Алейки» в этот день никто не ушел. Без спорта никуда. На одной из городских площадок прошла открытая тренировка клуба смешанных единоборств «Топ-тим Сибирь». Ведущие спортсмены помогали барнаульцам размяться и приноровиться к борьбе, чтобы понять, смешанное единоборство – это не так уж страшно. Дмитрий Дроздов наблюдал за тренировкой. Выход на татами, заход на болевой и победа. Это идеальный сценарий поединка, к которому бойцы стремятся много лет. А вот сделать первый шаг к смешанным единоборствам жители краевой столицы могли на день города. Клуб «Топ-тим Сибирь» провели открытую тренировку для всех желающих. Нужно рассказывать людям о спорте, особенно о направлениях, которыми мы конкретно занимаемся. Повторюсь, это единоборство. Многие не знают, многие не понимают. Где-то боятся, может быть, потому что считают, что спорт чересчур травматичный. Это не так. И поэтому мы наглядно хотим показать, что это все-таки из части послочных единоборств. Это определенная философия, физические кондиции, психологическая устойчивость, волю формируем, характер. А по отношению к детям это полноценное воспитание. Тренировка для всех желающих заинтересовала многих. Сюда подходили целыми семьями. Папы вели на татами сыновей и отходили посмотреть со стороны за успехами ребенка. На самом деле те, кто в интернете больше сидит, у них больше интерес, потому что они там сталкиваются с такими знаменитыми личностями, как Макгрегор, как Федор Емельяненко. И, глядя на них, приходят в собственный зал. Кстати, скоро центр смешанных единоборств и топ-тим Сибири отметит новоселье. На взлетной откроют новый зал. Там уже завершили все строительные работы. Так что скоро новых чемпионов начнут растить и в новых районах Барнаула. Почти 120 тысяч человек посетили праздничные площадки в день города в краевой столице, сообщил сегодня в мэрии начальник полиции по Барнаулу Петр Бондурин. Основные действия развернулись на 14 площадках. На пяти из них день завершился салютом. В целом, барнаульцы днем города остались довольны. Но у горожан есть пожелание к тому, где и как праздновать будущие дни рождения Барнаула. Тем более, что через каких-то 8 лет нашему городу предстоит отметить 300-летие со дня основания. Например, Арбат. Ну, хотелось бы здесь, чтобы было больше детских развлечений, для того, чтобы я мог на день города прийти со своей сестрой, и она могла тоже развлекаться, пока мы здесь отдыхаем с друзьями. Мне кажется, что надо развить прилегающую территорию, и можно как-то сделать больше. То есть народу было очень много. Может быть, в парк как-нибудь сделать заход. Ну, то есть удлинить. Удлинить, да. Может быть, как-то вот эти здания старые как-то можно облагородить там, в принципе. Либо же объединить как-то с парком, наверное, территорию, чтобы можно было гулять по всей территории. Больше на подростков ориентироваться. Соответственно, локация, которая будет направлена чисто на подростков, это будет очень суперское решение, на мой взгляд. Какие-то квест-локации, какие-то скейтборд-локации. Было бы здорово. Я как молодой родитель, какую-то комнату матери-ребенка, чтобы небольшую. Планируется, что здесь большой скоплень людей, то чтобы это было. Да, ну, если на Арбате, пусть это будет на Арбате, на Сахарова, пусть это будет на Сахарова. Что-то вот такое пожелание, да. Чтобы с малышом можно было где-то уединиться. В целом, все культурно было. Хотелось бы, чтобы были большие площадки, танцевали, много музыки. Музыки не только, но и шлягеры включали, пароходы, вот это вот все бы, экскурсии. Это же все надо людям. Ну, вообще город, кстати, расцветает. Я тут родилась, выросла, город стал лучше. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...